Это называется влюбленность, то есть, любовь не относится к телу. Допустим, сейчас люди, допустим, вы приходите к сексопатологу, он говорит, у вас любовь есть? Любовь у вас есть вообще? Вы его спрашиваете, а что вы имеете в виду? В постели вы как, нормально? У вас любовь есть? Понимаете, любовь это не трение, палочку об колбочку, понимаете? То есть, любовь это то, что находится в сердце, вот здесь вот. Любовь между двумя душами находится, любовь. И любить можно, это не то, что я обалдею от человека, вот Олег Геннадьевич, он меня трогает, я от него что-то не обалдею, мне жить с ним или нет? Понимаете? Любовь это когда два сердца чувствуют друг в друге чистоту. Вот это любовь, запомнили, да? И вот это вот приводит к тому, что тебя трогают и тебе хорошо, потому что между сердцами есть правильные отношения. Вот пытайтесь понять это. Но если между вашими сердцами нет правильных отношений, то и когда тебя трогают, тебе нехорошо, и в постели потом становится нехорошо, потому что разрушаются вот эти связи между душами. Понимаете? То есть человек не чувствует духовное уже в другом человеке. Один послушник спросил своего наставника, он сказал, спросил, как мне всю жизнь прожить со своей женой, не бросать ее. Он наставник сказал, ты вот когда первый раз ее увидел, вспомни это состояние внутреннее, вот как ты ее почувствовал. И так всегда, каждый день вспоминай это и настраивайся на нее именно так. Потому что в отличие от того, что мама, когда увидела ребенка, она уже это никогда не забывает. Она всегда в нем видит душу всю жизнь, до самой старости. Но понимаете, проблема заключается в том, что когда мы увидели друг друга, то мы забываем. Ну то есть, вот человек, допустим, влюбился в другого человека, это потом забывается у всех людей на земле. И не забывается только у тех, кто культивирует эту память. То есть, понимаете, нужно вспоминать своего близкого человека, как ты увидел первый раз, почему ты решил с ним жить, была какая-то причина. Ты что-то увидел, понимаете, вспоминай вот это. И тогда ты сможешь жить с ним дальше. Видите, такой совет. Этот совет основывается на чем? На знании, что есть душа у нас. Что такое душа? Душа – это структура такая, которая соткана из доброты, нежности, красоты, честности, смирения, скромности, лишимости, смелости, мудрости и так далее. То есть, 26 качеств святой личности, описывают в Священной Писании. Это качества души. У каждого человека они есть. Просто они бывают покрыты отсутствием знания, как правильно жить. То есть, вот это невежество, оно скрывает от нас нас же. То есть, мы не чувствуем в себе то, что надо чувствовать. Это все развивается. Человек рождается для того, чтобы развиваться. Он должен постичь в себе вот эти чистые, светлые качества все. И это постижение идет через служение другим людям. Но мы будем попозже об этом тоже говорить. Итак, любовь может быть только между душами. Если ты душу чувствуешь в человеке, тогда ты сможешь его полюбить. Не чувствуешь – не сможешь.